Пьянство родителей Они страдают физически, эмоционально, духовно. Страдания накладывают отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребенка. И хотя они стараются наладить свою жизнь, им это редко удается. Постоянные были пьянки, драки. И естественно, что как вся молодежь начала покуривать и начала пристраиваться к алкоголю. Мой муж начал меня избивать и естественно я с ним разошлась. И с этого момента, когда я разошлась с мужем, моя жизнь начала идти вниз. То есть я начала гулять, я начала пить. Часто не приходила ночевать. А когда приходила, то я избивала своего ребенка. Со мной что-то происходило. Я его била до такой степени, что я думала, что вот-вот и уже будет конец. Это все время было с алкоголем. Как правило, такие женщины сексуально распущены. Имеют несколько любовников. У меня было два мужчины, с которыми я встречалась. Один уходил, другой переходил. Они знали друг друга. Даже пили вместе. Да, у нее был любовник женатый. Они с ним пили. Ну и сильно пили. Это три бутылки на двоих. Кошмар полный. Ой, дитё бросила. А она забрала вещи свои, ушла. И хотя бы что. Но дитё температура, руку сломался смещением. И хотя бы что. Кошмар полный. Это мне было не жизнь, а ад какой-то. Естественно, были и мужчины, была водка. Водки было очень много. Вот. Ну, один был женатый, а второй был вдовец, за которого я собиралась выйти замуж. И начать свою жизнь по-другому. Но ничего не получилось. Ни одному, ни второму я не была нужна. А я была нужна только для того, чтобы они удовлетворяли свою похоть. Я сама набрала телефон и звонила одному из них. Мне после этого было тяжело. Я понимала, что этого делать нельзя, что это плохо. Но когда я была в алкогольном опьянении и оставалась одна дома, я всегда вызывала к Богу. Я знала, что Он есть. И всегда просила Его, чтобы Он... Чтобы Он мне помог. Но однажды Ирина увидела по телевизору рекламу протестантской церкви Украины, где ребята свидетельствовали, что Господь великий, и Он освободил их от наркозависимости и алкозависимости. Я взяла свою маму, своих внуков и пошла туда, в эту церковь, где в этот же день, 20 апреля 2008 года, я приняла Господа в свое сердце. Но я не знала, как мне избавиться, как мне освободиться от своих мужчин. И я выкаялась, просила Господа, чтобы Он меня от этого освободил. И после этого произошло чудо. Я почувствовала, что я действительно освобождена от всего. Мне стало легче намного жить. Сегодня я свободна. Сегодня я свободна от алкоголя. Сегодня я свободна от блуда. И я говорю это прямо. Я никогда не думала, что она может измениться, что она может бросить эту пагубную привычку, пагубную водку, мужчин. Конечно, он же не пьет. Это самое главное для меня. Она все теперь для Бога. Ну а сейчас она полностью изменилась. Она стала мягкая, добрая. Это не человек. Это все. Это сказка. Бог изменил мою жизнь. И я счастлива. Я верю, что моя жизнь только началась. И я верю в счастливое будущее. Я верю в то, что я не смогла сделать раньше. И я успею сделать еще в этой жизни. Я не боюсь, мой Бог за мной.